Приветствую вас и отвечая прямо на вопрос, который вы задаете за оголоской своего письма, я скажу так. Да, отношения с матерью влияют на дальнейшую судьбу ее дочери, в первую очередь на поведение человека, на постановку вопроса в отношениях с людьми, с мужчинами, с вашими детьми, если они у вас будут. На все это влияние оказывает ваше отношение с мамой. Когда вы, чтобы избавиться от последствий физического и морального задизма матери, в первую очередь следует перестать и себя противопоставлять ей. То есть, понимаете, какая получается ситуация? Вы воспринимаете свою маму как равного себе, очень такого умного, полноправного человека. И в действительности, может быть, в том, что касается ее каких-то бизнес-отношений, в том, что касается ее каких-то деловых связей, может быть, так оно и есть. Но, простите, пожалуйста, в личном отношении, в личных взаимодействиях, она является человеком крайне неполноценным. Подумайте, от хорошей ли жизни ваша мама всем завидует и так далее. У нее есть очень большие внутренние комплексы, внутренние сомнения в себе, которые вам нужно разобрать, подробно описав, ну, подробно настолько, насколько это возможно для вас, подробно описав ее жизнь. Только на основе жизни вашей матери можно заключить, какие у нее проблемы, какие у нее комплексы, какие у нее страйки, какие у нее сомнения, чтобы понять, чем продиктовано ее поведение. Следующий важный шаг, который нужно сделать, заключается в том, что необходимо снять личностную окраску с ее отношения к вам. То есть, вы своим существованием, своей жизнью, своим отношением, да, своим поведением не создаете то, как относится к вам ваша мама. Она бы относилась так абсолютно со всем людям, любому человеку на вашем месте, ведя он себя, так же, как вы. То есть, на вашем месте мог быть бы абсолютно любой человек. И вот это, это нужно очень хорошо понимать. То есть, понятно, да, что вы не являетесь кем-то особенным. Она относится так не потому, что вы такая вот какая-то фахрая или наоборот, да, слишком короче на нее, а она относится так потому, что у нее есть определенные в голове проблемы, определенные в голове страхи, определенные желания, которые она так пытается реализовать. Мы нашли несколько качеств у своей мамы, которые я, пожалуй, сейчас перечислю. Она постоянно ноет, жалуется и завидуется. Эти качества присущи человеку с истероидным типом личности. Истероидный тип личности произошел от известной болезни, называемой истерия. Так вот, истерия означает болезненная потребность во внимании. Только истерия – это ярко, слишком аномальная форма потребности во внимании выражена. И это считается заболеванием. А у вашей мамы именно истероидное, то есть в рамках, в пределах нормы. И именно так следует ее воспринимать. Таким образом, человек воспринимает то, что касается его отношений с людьми, самих людей, цели, да даже свои, только в контексте своего типа личности, то есть истероидного. И если ваша мама истероидный тип личности, то у нее есть соответствующее поведение, которое касается только ее и не более, и больше никого, только ее это касается. Вот и все. Значит, в первую очередь нужно понять, что у вашей мамы проблемы. Проблемы большие. Во-вторых, нужно понять, что жизнь вашей мамы складывалась таким образом, что другое поведение для нее стало абсолютно невозможным. И нужно вам понять эти обстоятельства, которые так повлияли на нее. И в-третьих, нужно убрать личностную окраску ваших отношений с ней. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно сделать следующее. Сейчас вы мыслите комплексно. То есть, у вас определенный комплексный подход к тому, что происходит между вами и вашей мамой. Определенный комплексный подход. Что это значит? Это значит, что вы делаете выводы, что вы строите свое поведение, опираясь на внешние признаки, на внешние факторы. Садвизм, жестокость, на все, зависть и так далее. И не понимаете, почему ваша мама ведет себя иначе. Если такое понимание будет, вы сможете вашу маму понять, пожелеть и перестать воспринимать вашу маму в качестве сколько-нибудь равноправного вам человека. Это и будет, по сути дела, началом вашего исцеления, началом вашего освобождения от нее. Следующий важный аспект, который мне в обязательном порядке хочется вам сказать. Вы его не затронули, этот аспект в своем письме, но тем не менее. Вы сказали, что вам 28 лет. У вас такие большие проблемы с отношениями, ну вот, с мамой, да? Такие большие проблемы. Соответственно, давайте попробуем подумать так. А что вам мешает жить отдельно? Если у вас сейчас, скажем, ну, своя личная жизнь. Если у вас сейчас какие-то отношения именно ваши личные. А если нет их, то давайте подумаем так. А что мешает им быть? Какие блоки стоят на пути к развитию ваших отношений в этом направлении? К вашей жизни в данной сфере? Попробуем ответить себе и на эти вопросы тоже. И вот, подходя к вашей проблеме с разных сторон. И со стороны проблематики отношений с вашей мамой. И со стороны проблематики отдельного проживания, то есть независимого существования. И со стороны личной жизни проблематики, если такова, существует, мы сможем скорректировать вас, скорректировать ваше самосознание относительно и личной жизни, относительно и ваших родных, и относительно вашего будущего. Главное, чтобы вы сами этого хотели. Чтобы вы понимали, в чем заключается проблема. Я надеюсь, что мне удалось достаточно полно вам и ее стрелять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.